Взрыв произошел там-то, там-то, причины не установлены, виноватых нет. Все помнят фразу «Она утонула». А почему утонула? Это цепочка взаимосвязанных событий. До лета 2000 года экипаж Курска ни разу с этой торпедой не сталкивался. Подписи членов комиссии были поддельными все. Никто не знал, что реально происходит. Курск бросили. На одном канале говорят «Экипаж жив», на другом канале говорят «Экипаж погиб». Подводники жили минимум 2,5 суток. А если бы к норвежцам обратились сразу? Я считаю, что это совершенно фантастический сценарий, который разработало правительство. Привет, друзья! Мы в Ведяево. Тут очень красиво, потрясающая северная природа. Но название этого небольшого поселка, северного поселка, вместе с другим топонимом, южным городом Курск, навсегда стали главным геотегом русской морской катастрофы. В следующем году 20 лет, как она произошла. Наверняка будет много речей, слов про героизм, про самопожертвование. Мы специально решили юбилея не ждать, потому что этот выпуск будет не про героизм. Как всегда в подобных случаях, из уважения к зрителям и рекламодателям, мы рекламу ставим в самом начале. Спасибо за понимание. Всем привет! Если помните, несколько недель назад мы совместно с Авиасейлс, отличным сервисом по поиску дешевых авиабилетов, если кто забыл, устроили такой небольшой конкурс. Предложили придумать стопудовую причину, с помощью которой убедить своих друзей бросить все и поехать в путешествие прямо сейчас. И обещали, что автора лучшей такой причины призыва для друзей мы позовем на следующую съемку с вертолетом. Вот этот день настал, мы получили больше полутора тысяч вариантов. Выбрать было, конечно, довольно сложно, но в итоге победитель, вот он, это один из самых четких и лаконичных комментариев. Так, скидываем данные паспортов, я плачу. Если он платит, то, в общем, по-моему, это отличный повод все бросить и лететь прямо сейчас. Пошли познакомимся с победителем и потом пойдем в вертолет. Здрасте, я Алексей. Максим. Очень приятно. Здрасте. Это не постановочное знакомство, я первый раз с Максима вижу. Ну, Максим, два слова о себе. Ты кто по профессии? Оператор-постановщик. Оператор-постановщик. Нам никогда не поверят, что это не постановка. А на вертолетах ты летал? Нет, это первый полет был, и это интересно. Мы говорили, что мы позовем на съемки с вертолетом, но, в общем, съемки с вертолетом сегодня будет полет. И, собственно, мы Максима прокатим. Готов? Да, надеюсь. Поехали. И полетели. Это какое-то сравнение, если самолет это такой автобус, то это как мотоцикл, только маневр. Ну, оно так и есть, да. Единственное, что при первом полете все вопросы, которые у меня были, у меня пока они вообще исчезли, я просто смотрю и наблюдаю. Тут уже мы можем делать так, как мы хотим. Спасибо, Авиалсейл. В чем еще фишка вертолета, то, что всегда все любят, мы можем ехать как на тракторе. Степенно превращая его в Формулу-1. Поздравляю с первым полетом. Спасибо. Я еще раз напомню, что дешевые авиабилеты практически в любую точку мира можно и нужно искать на Авиасейлз, а также в их блоге куча дельных советов по путешествиям, ну и, разумеется, идеи, как заставить ваших друзей присоединиться к вам прямо сейчас. Ссылка, как всегда, в описании. Гибель Курска из тех событий, о которых вроде все все знают, но если копнуть, начать разбираться, оказывается, что знает общество очень мало. Все помнят фразу «Она утонула». А почему утонула? Взорвалась торпеда. А почему она взорвалась? Она же была учебная, у нее даже не было боевого заряда. Ну и самый главный вопрос, был ли шанс спастись у 23 подводников, которые, уцелев при взрыве, собираются в печально знаменитом девятом отсеке. Сложность для меня, как журналиста, заключалась в том, что сейчас о курсе фактов, данных и сведений уже слишком много. Есть многотовное уголовное дело, которое закрыли, не установив виновных. Есть примерно с десяток альтернативных теорий. Мы постарались выбрать из этой груды фактов те, что действительно важны, изложить их понятным языком, в понятной последовательности. А дальше уж вы сами решите, что произошло и кто виноват. В этом году интерес к Курску подогрет еще фильмом «Курск», который снял Томас Винтерберг, а продюсером там был Люк Бессон. И Винтерберг несколько раз повторял, что его задачей было в первую очередь показать, как простой человек сталкивается с бездушной бюрократической машиной. Поэтому уже этот фильм много раз сравнили с сериалом HBO «Чернобыль». По художественному уровню это, знаете, совсем не Чернобыль. Но, в общем, могло быть и хуже. Снять фильм про русских на английском – это почти что оскорбление. Мы с самого начала понимали, что это будет непросто. Мы хотели максимально правдиво рассказать эту историю. Я окружил себя не только русскими актерами, но и консультантами из России, кто был на похожих подлодках, чтобы мы могли хотя бы приблизиться к тому, что на самом деле произошло. Фильм снят по мотивам книги журналисту Роберта Мура, который работал в Москве в свое время. Мы же предпочли, помимо данных официального расследования и расследовательских статей коллег-журналистов, опираться на другую книгу. Вот она, Валерий Рязанцев, ее автор. Он на момент событий служит замначальника Главного управления боевой подготовки по военно-морскому флоту. Он вице-адмирал. Главное, он привлечен экспертом в следственную группу, которая работает на Северном флоте. После напишет особое мнение, которое будет стоить ему карьеры. Я отказывался работать, потому что я знал, что это неблагодарное дело, и я получу огрехов столько, что огребу, как мама не горюй. Почему? Ну, потому что мне как сказали, вы должны полностью нам изложить картину по оперативно-тактической экспертизе, которая имелась на момент катастрофы. Я им сказал, что за эту правду можно пострадать. Это вы сразу сказали, когда только вас привлекали экспертом. Да, и я отказался. Они вышли на министра обороны, главная военная прокуратура. И министр обороны, тогда маршал Сергей, в приказном порядке мне дал команду работать. Ну, я выполнял приказы. Тут нужно пояснение, почему они обратились, собственно, к Рязанцеву. Он, знаете, из тех людей, которых называют занудоподробник. Он отлично знает матчасть, сам был подводником, знает службу, знает, как должно, знает все инструкции, постоянно выводит на чистую воду очковтиратели. Это его любимое слово. С такими людьми хорошо, знаете, идти в разведку, в мирной жизни, в невоюющей армии. Они как заноза. Вот в 89-м, после предыдущей катастрофы большой на Северном флоте, когда затонула подлодка комсомолец, Рязанцев к нему тоже обратились тогда за экспертизой и написал заключение, что при том уровне подготовки, которая была у экипажа комсомольца, он не мог быть допущен к выходу в море. Заключение, конечно, легло под сукно. На Рязанцева смотрели косо, но профессиональный уровень его признавали. Итак, официальная позиция следствия и заключение правительственной комиссии, опубликованное по итогам расследования катастрофы Курска, что виновных в этой истории нет, произошла роковая случайность. Какая роковая случайность привела к этой гибели? Не может роковая случайность привести? Или, как они сказали, стечение роковых обстоятельств? Но стечение роковых обстоятельств – это цепочка взаимосвязанных каких-то событий, которые привели к поражению экипажа. Я написал, что такое цепочка случайных роковых событий. Это ложь и обман, существующий в военно-морском флоте в то время в оценке боеготовности и уровня подготовленности экипажей боевых кораблей. Экипажи кораблей в большинстве были небоеготовые, и флоты были небоеготовые. Сейчас военный гарнизон Ведяева выглядит, может, не самым уютным, но вполне ухоженным, обжитым местом. Вон дома свежепокрашенные, там вот аквапарк даже небольшой построили. В 2000 году это всё выглядит совсем по-другому. Даже банальные стеклопакеты в офицерских квартирах, считай, роскошь. Ремонта не было годами, жалований не платят месяцами. Ну, понятно, что в пореформенной России не сладко многим живётся. Но вот закрытые военные городки, из них, понимаете, социализм уже ушёл. Социализм, при котором им хорошо жилось. А капитализм сюда так толком и не проник, потому что заборы КПП. И в итоге эти городки стоят такими мрачными руинами советской жизни. Ну и советских армий и флота тоже. Вот уникальные съёмки из домашнего архива погибшего на Курске капитана второго ранга Василия Исаенко. Олег Иванович, скажи на память о том, что у нас не хватает денег. Потому что через некоторое время, когда изобилие наступит, мы будем кому-то говорить, представьте, не было денег. Это как? Разве так бывает? Вот-вот и скажи об этом. Скажи, что для истории. Что-то скажи. А так не бывает. Что у подводников нет денег, понимаешь? Я же говорил, что пикса вонючая-то. В прошлом году была вонючая. А в этом году я уже плавил нормально. В этом году тебе денег не платят. Поэтому она не такая вонючая уже стала. Нет, просто хотите. Наверное. Совершенно восприятие той окружающей жизни зависит от того, что семья вместе или вот всё, что случилось. Я приехала к нам в гарнизон на годовщину гибели. И вот я впервые тогда посмотрела на гарнизон чужими глазами. Я увидела, что это всё бедно, всё это обшарпано, всё это совершенно... Как тут люди живут. А вот когда мы жили, это было всё не так важно. Вот семья и люди вокруг, они определяют твой мир. А мама тебе что вообще рассказывала? Вы в каких тогда условиях жили, когда папа служил? Мама больше рассказывала про атмосферу, я бы так сказала. Что там всё очень дружно было, что, так как ведя его самую небольшое, дома все рядом, соответственно, постоянно либо кто-то к нам приходил в гости, либо мы к кому-то проходили. Мне мама рассказывала история о том, что как-то раз она возвращается домой с магазина, а меня нет. Я маленькая, зима на дворе. Оказалось, что я пошла к маминым друзьям, которые жили через три дома, по улице сама. А в этот момент мамина подруга шла как раз-таки к нам. Она по пути меня встретила, перехватила и повела обратно. Вы знаете, наверное, самый лучший образ, который можно сложить, наверное, вот Сергей Доренко, когда приехал и снял свой репортаж. Да-да-да, как раз 19 лет назад. На первом канале его показали. Наверное, он отобразил часть той действительности, в которой мы жили. Это вот ему удалось отразить ту действительность, которая действительно была. Сергей Доренко приезжает у Ведяева в конце августа 2000 года, примерно через две недели после катастрофы, и делает об этом выпуск своей авторской программы на ОРТ, которая оказывается последним, потому что вся ответственность за катастрофу там возлагается лично на Владимира Путина, и программу после этого сразу закрывает. Несомненно, министр обороны говорил неправду. Владимир Путин знает об этом в тот момент, когда оправдывается за своего министра. Меня, как вы понимаете, сложно заподозрить в прокремлёвских настроениях, в симпатиях к цензуре, но важно понимать, что в этот момент фактически хозяин ОРТ Борис Березовский начал против Путина активную медийную кампанию, при том, что за год до этого Березовский при ходу Путина к власти сам активно же и поспособствовал. И работающий на Березовского Доренко сделал то, что у нас в наших кругах называется таким классическим словом «мочилово». Жёсткое и очень предвзятое. При этом, при этом, Сергей, как человек талантливый, конечно, не мог не проникнуться и не передать с экрана вот эту атмосферу давящего ужаса, который всех накрыл здесь в том августе. Всё равно они будут служить. Я не знаю, из чего сделаны наши люди. Я не знаю, но они будут служить. За эти 19 лет ваше восприятие этих людей не изменилось? Очень много я знаю там людей таких именно, о которых вот я говорила, что они люди поступка. Вот слово. Есть вот люди, способные на поступок, а есть те, которые ищут, кто бы как бы это всё избежать. Корабли стояли у причалов и никуда не выходили. Не было топлива, не было ремонтов, обеспечения не было никакого. Всё, так сказать, стало на мёртвый якорь. Многие офицеры Мичмана увольнялись, потому что не было зарплаты, неустроенность, жилья не было, значит, будущее, просвета не было будущим. В нынешнем фильме «Курск», если вы смотрели, вот эта бытовая сторона жизни подводников, она ярко показана. Видно, что и для режиссёра Винтерберга, и для многих здесь в России, конечно же, тот факт, что люди, оказавшиеся в таких вот условиях, продолжают нести службу, продолжают выходить в море. Это дополнительно подчёркивает их героизм. Мужики, не стойте над душой, сегодня ничего не прислали. Вы на что прикажете нам жить? К сожалению, в реальной жизни ситуации на берегу и в море связаны ещё тесней, потому что отсутствие денег неизбежно влечёт за собой снижение боеготовности, потому что армии и флот это очень дорогое удовольствие. Если за них не платить, они начинают разваливаться. Вы пишете, что в 98-м году вам пришлось быть на Северном флоте. Да. И вы были поражены подготовкой к первой флотилии подводных лодок. Почему? Я обратил внимание на торпедную подготовку к первой флотилии, потому что на всех подведения итогов отмечалось высочайший уровень торпедной подготовки Северного флота, и все призы по торпедной подготовке всегда присуждались к Северному флоту. Я был категорически не согласен с этим, спорил. Вот командующий первой флотилии по документам, которые определяют его должностные обязанности, должен был два раза в год подводить итоги торпедной подготовки. Ничего этого не было. И ничего не было предъявлено мне. И это было за несколько лет до катастрофы? За несколько лет. Мой доклад был представлен главнокомандующим военно-морским флотом и командующим Северным флотом. Так, и? И результат нулевой. Экипаж Курска проводил в море мало времени, в среднем 12-14 суток в год. Как потом выяснит следствие, за три года экипаж выполнил лишь одно упражнение с практическим запуском торпеды. Причем, отметим, не того типа, который потом взорвется на его последних учениях. Любой выход в море становился событием, когда в 99-м Курск совершил поход в Средиземное море, это было подано как большая победа. Вот кадры возвращения с того похода. Командир подлодки Геннадий Лячин был представлен к званию Героя России. Вот рабочий кабинет Геннадия Лячина. Это помещение бывшей казармы экипажа Курска. Сейчас здесь сделали музей, экипаж, кабинет оставили примерно как он был. Вот еще интересно про то награждение Лячина героем. Его представили после того похода 99-го года. Указ Путина о награждении фактически вышел 26 августа 2000-го года, потому что само награждение должно было состояться в сентябре, но указ уже был после катастрофы Курска, и вот слово посмертно. Вы представляете, как преподносилась эта подводная лодка 949-го АСПроекта Курск прибыла в Средиземное море, и она по своим боевым возможностям могла разгромить весь 6-й американский флот. Ну, вот приблизительно так. Сегодня ракетный крейсер Курск вернулся в родную базу после успешного решения всех поставленных задач в Мировом океане. После того похода экипаж Курска не выходит в море 8 месяцев в 21 день. У флота нет средств. Тут эти цифры важны, потому что если экипаж не выходит в море 9 месяцев, он теряет так называемую перволинейность. То есть он признается небоеготовым и должен весь курс подготовки пройти заново. Я вместе с вашим командованием готовил вас к этому походу. Я проверял вас, отправлял с этого пирса в море. Не смотрела вот эти документальные фильмы, которые выходили в первые годы после трагедии. Я их смотрела тогда с мамой вместе, когда была маленькая. А потом мне тяжело даже просто вспоминать, даже посмотреть фотографии, а смотреть фильмы, мне кажется, я просто не осилию их смотреть. Но тебе не хотелось никогда разобраться в том, что ты на самом деле превышал? Хотелось, но я не представляю, как это сделать. Ну, то есть, что поднимать, где это искать. Поскольку Настя Хивук сказала, что ей интересно разобраться, правильно? Да. То мы взяли Настю на важное интервью, которое мы берем для этого выпуска Елены Милашиной. Елена обозреватель новой газеты, это их здание. Елена с 2000-го года очень много писала и все время следила за историей расследования гибели Курска. наверное, она сегодня погруженная в эту тему журналист. Поэтому мы сюда и приехали. Настя, пошли. Если корабль идет и выполняет задачи, к которым он не готовился, потому что это были спонтанные учения, хотя торпедная стрельба достаточно рутинная вещь для подводников и именно так к этому относилось командование. То есть закрыв глаза, надо провести эти показательные учения. Показательные для чего? Для главкома они были важны на тот момент. Показать всю мощь нашей армии, воев флота. Подлодку Ка-141 Курск спускают на воду 14 мая 1994 года. Вот ее точная модель. Она у нас тут в разрезе. Это лодка проекта 949-А. Она вооружена 24-мя крылатыми ракетами гранит. Они вот здесь располагаются по бортам. И основное предназначение этого типа подлодок во время войны уничтожать авианосные соединения противников. Потому что во время холодной войны США далеко обгонял СССР по авианосцам. И как раз лодки этого проекта были построены, чтобы нивелировать это отставание. Помимо ракет лодка вооружена также торпедами. Они располагаются в носовой части. здесь их даже видно. Типы торпед могут быть самые разные. В том числе это может быть торпеда Кит. Официально называется изделие 6576А. И эта торпеда вот здесь она у нас условно в разрезе нарисована. Она называется перекисной. Потому что в качестве окислителя он необходим при сгорании топлива используется перекись водорода. агрессивная жидкость которая при малейших контактах с различными предметами может воспламениться и взорваться. В 1956 году в Англии взорвалась подводная лодка дизельная которая имела на борту торпеду на сильном окислителе перекисно-водородная торпеда. она затонула прямо у пирса после этого взрыва. Об этом катастрофе мы не знали в Советском Союзе и продолжали разработку именно вот этих торпед. До лета 2000-го года экипаж Курска ни разу с этой торпедой не сталкивался. Ее устройство в теории изучали, но физически никто из подводников дела с ней не имел. На борт их впервые загружают в августе 2000-го года, готовясь к роковым учениям. Две боевые и третью так называемую практическую торпеду, то есть она предназначена для учений. В ней нет боевого заряда и взрывателя, но взрывоопасный окислитель, перекись водорода, все точно то же старшина. Старшина команды, Мичман Эльдаров, когда загрузили эту торпеду, не смог подключить его к системе дегазации, понимаете, потому что он теоретически вроде бы как знал, а практически он не мог действовать, вы понимаете. И что он сделал? Пригласил торпедиста с другой подводной лодки, которая стояла рядом, на которой были эти торпеды и система дегазации была подключена. Это дал показания тот другой торпедист потом? Это дал показания тот. Он прибыл на подводную лодку, на которой не было ни командира БЧ-3, не было ни флагманского специалиста, а был один старшина команды. Он сам подключил эту торпеду к системе, показал, как подключать этому Мичману Эльдарову и ушел. Объясните, пожалуйста, разве экипаж подводной лодки это не сработавшаяся команда, которые все друг друга знают и которые вместе провели уже много времени и которые друг в друге уверены? По стороннему человеку кажется так. На Курске часть экипажа была сменена, потому что одни уволились, другие назначены недавно, третьи еще куда-то переведены. Поэтому там были часть экипажа была заменена. И в том числе торпедисты? И в том числе два торпедиста были прикомандированы из других подводных лодок. Они не были штатными. В четверг 10 августа в половине 11 вечера вот от этого пирса Курск уходит в свое последнее плавание. Флотские учения под руководством командующего Северным флотом Вячеслава Попова. Он вместе с другими руководителями выходит в море на большом атомном ракетном крейсере Петр Великий, который вместе с другими кораблями будет изображать условного противника. Через полтора дня в субботу с 11.40 до 13.20 в этом промежутке времени Курск должен обнаружить условного противника в заданном районе Баренцево море и атаковать его практической торпедой. Обратный отсчет до катастрофы запущен. 12 августа утром отряд кораблей во главе с Петром Великим приближается к району предполагаемой торпедной атаки и акустики крейсера уже обнаружили у себя подводную лодку почти прямо по курсу. То есть мы понимаем, что если бы это были не учения, а боевая ситуация, то обнаружение вражеской подлодки это почти наверняка немедленный удар по ней. Но это учение. В 11.30 приборы на Петре Великом фиксируют акустическое событие, похожее на подводный взрыв. Пелинг, то есть направление, почти прямо по курсу. Об этом докладывают адмиралу Попову, благо он здесь же на крейсере. И дальше в это невозможно поверить, но ни Попов, ни другие командиры не придают этому сообщению никакого значения. Подходит и проходит время учебной торпедной атаки. Ее не происходит. Связи с Курском нет. По документам она в течение часа после этого всплыть и донести результаты стрельбы. Если даже она не выполнила стрельбу, она должна была всплыть. Это так документ говорит. То есть она должна в 14.40 всплыть и донести максимум. Если в 14.40 не было донесения, руководитель торпедных стрельб обязан объявить ее аварийной. А почему этого не было сделано, как вы объясняете? А потому что руководители торпедных стрельб были так подготовлены. После того, как она не всплыла в 14.40 мы начали бросать взрывные пакеты. Называются взрывные источники звука, чтобы подводная лодка немедленно прекратить выполнение задачи всплыть в надводное положение. Ничего не произошло? Ничего не произошло. Документ говорит, если после подачи сигнала об экстренном всплытии подводная лодка не всплыла, руководитель обязан объявить подводную лодку аварийной. И в этот раз они не объявили. В 17.30 подняли авиацию, послали авиацию. Авиация искала до 20.00 по-моему, ничего не нашла. И снова ее не объявляют. Ну и когда уже стало не в моготу, всем ясно стало, что что-то такое не то, в 23.30 было объявлено, что подводная лодка аварийная. Начали организовывать ее поиск. Понятно, что был просто хаос, никто не знал, что реально происходит. Курск бросили, когда на нем произошел взрыв первый, второй. И вместо того, чтобы действовать четко по инструкциям флотским, которые непосредственно командующий Северным флотом Попов, он принял решение уйти из района. Он ждал, что Курск всплывет. Было у всех и до сих пор в общем остается, что такая подводная лодка не может так просто утонуть. Я в то время работал корреспондентом на НТВ. Я хорошо помню, как мы узнали о катастрофе. Это был понедельник, 14 августа. Приходит сообщение, в Баренцевом море во время учения легла на грунт атомная подлодка Курск. Выглядит, как вы понимаете, не так, чтобы очень страшно. Хотя потом, конечно, объясняют знающие люди, что атомные лодки такого класса на грунт вообще не ложатся. Вы, кстати, еще можете спросить, почему в понедельник, об этом мы узнаем, если учения были в субботу. А вот так, двое суток Северный флот вообще о катастрофе ничего не сообщал. Что касается командующего Попова, то он улетел с Петра Великого на вертолете еще днем 12-го числа. Когда уже было понятно, что с лодкой что-то не так, Попов садится и улетает. Попов улетел на пресс-конференцию, которую в этот же день по прилету дал и сказал, что учения прошли штатно, все хорошо. И это происходит в тот момент, когда он знает, что что-то случилось. У меня не было дома, дети говорят, мама, ты только не волнуйся, нам позвонили, у нас есть плохая хорошая новость. Первое, вернее, они мне в дверях, на какой лодке папа пошел в море. То есть они, правильно ли, они запомнили. Когда я сказала, что на Аковске, они говорят, вот он лег на дно, а мне до этого говорили, что этот тип лодок не может ложиться на дно вообще ни при каких обстоятельствах. у него не предусмотрено конструктивное. Хорошая новость в том, что все живы, все нормально, это вот нам так тоже там всем говорили, что все хорошо, там что-то перестукиваются, там значит все. У кого-то началась уже паника, то есть кто-то еще ничего не знал и не понял, все мы стали потихоньку собираться в доме офицеров, что-то кто-то вроде бы пообещал сказать. Девочки, которые молоденькие, жены, они вижу там уже у кого-то истерики, у кого-то обмороки. Друзья, предупреждаю, в следующие несколько минут будет очень много технических деталей взрыва перекисной торпеды на Курске. Если они вам не интересны, промотайте вот на этот вот тайм-код, и там будет уже то, что случилось с подлодкой после первого взрыва. Итак, вот схема торпеды 6576А КИТ, и она здесь у нас не в масштабе, главное, мы обозначили основные элементы. Сперва о тех выводах, к которым пришло официальное следствие. По их мнению, все началось с того, что через некачественные сварные швы из баллона окислителя, вот он здесь такой большой, протекает собственно окислитель, мы помним, что это перекись водорода, которое очень агрессивное химическое вещество, оно протекает в сам торпедный аппарат, где смешивается со смазкой и, как говорится в заключении, лакокрасочным покрытием самой торпеды. Происходит химическая реакция с большим выделением тепла, начинается пожар, нагревается содержимое самой торпеды, там резко возрастает давление, в итоге баллон с окислителем разрывает, происходит мгновенное смешение всех компонентов, объемный взрыв, который уничтожает носовую часть торпедного аппарата, мгновенно убивая всех в первом отсеке. После этого, говорит следствие, в первом отсеке начался пожар, который продолжается 2 минуты 18 секунд, и за это время температура возрастает настолько, что детонирует все остальные торпеды, которые в первом отсеке находятся. Таков, по заключению официального следствия, механизм взрыва на Курске. Я считаю, что это совершенно фантастический сценарий, который разработало правительство. Почему? Потому что такого не может быть. Во-первых, торпеда была загружена 3 августа на подводную лодку, эта торпеда. С 3 по 12 августа торпеда находилась на стеллаже. Ну, то есть, не в трубе торпедного аппарата, а на стеллаже в открытом состоянии. Она была подключена к системам контроля окислителя, все нормального. И никаких протечек нигде не было. Сколько дней-то? Почти 10 дней. Не было протечек. Ни одной протечки не было нигде. Почему вдруг за 3 часа, после того, как загрузили торпеду в торпедный аппарат, вдруг возникли протечки? По версии Рязанцева, даже если бы протечки возникли, когда торпеда уже была в аппарате, то они никак не могли привести ко взрыву по очень простой причине. В момент катастрофы до торпедной атаки планируемой остается 15-20 минут. И это значит, что Курск уже полностью готов к атаке и торпедный аппарат заполнен водой. Понятно, что пожара там произойти попросту не может. Более того, если бы все произошло согласно официальной версии, то при том объеме воды, который поступал в первый отсек после взрыва через разрушенный торпедный аппарат и пробоину в корпусе, за те 138 секунд, которые отделяли первый взрыв от второго, отсек был бы полностью затоплен и пожара там по определению быть не могло. Что же произошло по версии Рязанцева? Он считает, что из-за того, что подводники Курска никогда не сталкивались с этой торпедой раньше, они допустили роковую ошибку. За некоторое время допуска при плановых проверках они обнаруживают, что здесь, в баллоне с сжатым воздухом снизилось давление. Это обычная ситуация и давление восстанавливают, подключая торпеду к трубопроводу, техническому трубопроводу высокого давления, который есть на самой лодке. Рязанцев уверен, что воздух в этом трубопроводе был не очищен так, как этого требует инструкция. И вместе с грязным воздухом из трубопровода лодки сюда, в торпеду, попадают частички пыли и грязи. При экспертизе я обнаружил поддельные документы, которые представлены были с Северного флота о том, что на подводной лодке были проведены работы по обезжириванию механизмов и систем торпедных. И комиссия подтвердила. Но подписи членов комиссии были поддельными все. следователи провели графа следственную экспертизу и подтвердили мою версию, что эти подписи поддельные на этом документе. Значит, объясните, пожалуйста, если не проводятся вот эти вот работы по обезжириванию трубопроводов, то что? То может возникнуть ситуация, что при косновении с окислителем с перекисью водорода перекись может воспламениться от мельчайших частиц, которые имеются в воздухе, которые имеются в трубопроводах. Пока торпеда лежала на стеллаже, все было нормально, потому что был закрыт так называемый запирающий воздушный клапан. Вот он здесь обозначен цифркой 7. И грязный воздух оставался в баллоне высокого давления внутри торпеды. Но потом ее загружают в аппарат и этот кран в соответствии с инструкцией открывают. Воздух и после этого не должен был покинуть баллон высокого давления, потому что есть еще одна защита, так называемой курковый воздушный клапан, вот здесь его схематичное устройство, он срабатывает уже автоматически, потому и курковый, когда торпеда покидает торпедный аппарат. Но устройство этого клапана коварно. Если он будет хоть чуть-чуть приоткрыт, а произойти это может случайно, из-за его конструкции, то тогда воздух высокого давления, грязный, как мы помним, начнет поступать потихоньку в баллон с окислителем, из-за грязи там начнется химическая реакция с выделением большого количества тепла, и довольно быстро произойдет взрыв, причем идентифицировать эту ситуацию снаружи будет практически невозможно. Поэтому в инструкции к этой торпеде есть очень жесткое требование касаемо вот этого куркового клапана обязательно проверять его состояние перед загрузкой торпедов аппарат. Рязанцев уверен, что подводники Курска просто не знали про это требование. При экспертизе я обнаружил инструкции на подготовку торпеды и эксплуатацию на подводной лодке. Эти эксплуатационные инструкции не относились к эксплуатации этой торпеды. Они были с другого проекта корабля. Итак, по версии Рязанцева неочищенный воздух из баллона высокого давления начинает поступать в пусковой баллон окислителя. Там из-за грязи возникает химическая реакция, происходит тепловой взрыв, эквивалентный примерно двумстам килограммам тротила. Вы спросите, почему я вообще так подробно рассказываю все эти технические детали и какая вообще разница, из-за чего взорвалась торпеда, если она взорвалась? А я вам скажу, это просто вопрос о виновных. Если все так, как заключила правительственная комиссия, то во взрыве виноват завод-изготовитель торпеды. Он располагался в Казахстане, это было независимое государство, и там найти каких-то ответственных было вообще уже совершенно невозможно. Ну а если прав рязанцев, то вы сами понимаете, мы имеем дело с преступной халатностью на самом флоте. А теперь самое важное. Взрыв топлива и окислителя в торпеде не должен был привести к гибели лодки. После этого она могла всплыть, и все, кроме подводников, которые служили в первом торпедном отсеке, могли выжить. Почему этого не произошло? Заводской инструкции предусматривается, что при завоповой стрельбе для уменьшения вот такого явления неприятного, когда повышается резко давление в отсеке, требовалось разгремитизировать первый отсек, то есть сообщить его со вторым. А во втором находится главный пульт управления? А во втором находится центральный пост и все управление подводной лодки. И капитан тоже? Да, и командир, ну все, главный командный пункт там находится. так. То есть конструкция подводной лодки Курск содержала заводскую, конструкторский дефект? Ну это не дефект, это конструкторский недостаток, он не проработан. Лодка остается без управления и египет, просто, ну, напросто. Взрыв даже небоевой торпеды выводит из строя весь командный отсек и лодка становится неуправляемой. Из-за поступления воды в нос она начинает быстро погружаться носом вниз и через несколько секунд ударяется об дно. Ее огромной массы достаточно для того, чтобы смялись и разрушились уцелевшие торпедные аппараты, в которых находятся боевые торпеды со взрывателями. Они детонируют чудовищной силой взрыв, он сминает прочный корпус подлодки вплоть до третьего отсека, превращает все в бесформенную груду металла. Взрывная волна волочат и тащат подлодку по дну, оставляя на корпусе глубокие вмятины и борозды. Запомним этот момент. Если бы именно такая версия была изложена в официальном заключении, то неизбежно возникли бы вопросы к проектировщикам лодки, КБ Рубин, чьи представители тоже активно участвуют в расследовании. Вопросы «А почему у вас командный отсек так уязвим, что при любом ЧП с торпедой может быть сразу уничтожен вместе с командованием лодки? И лодка остается без управления». Но в заключение, как мы помним, изложили другой сценарий, и он, среди прочего, не ответил на вопрос о происхождении вмятин и длинных царапин на корпусе лодки, из-за чего пошла гулять версия про столкновение с американской лодкой, про торпеду, которая уничтожила Курск. И надо сказать, в смысле внешнюю торпеду, которую кто-то запустил, и надо сказать, что эта версия до сих пор очень живучая. Ее в том числе придерживаются многие моряки и многие родственники погибших. Внешнее воздействие 100%, потому что просто в том месте, где они пишут, был вот этот первоначальный взрыв, там фраза-то звучит, это же, ну вот я сама сейчас работаю, да, с изделиями. Я знаю цену этим фразам. Если написано таким образом, что взрыв произошел в межкорпусном пространстве на уровне топливных там баков торпед, на их уровне, но в межкорпусном пространстве что-то взрывается, мы не знаем что. А вы считаете, что это была чья торпеда? Ну, это, наверное, неправильно что-то сейчас говорить. 23 подводника, оставшихся в живых после взрыва переходят из 6, 7 и 8 отсеков в 9-й. Он называется отсек живучести и остаются там ждать спасения. 15 августа, через трое суток после взрыва, пресс-секретарь начальника штаба Северного флота Михаила Моцака сообщает, что с помощью перестукивания поддерживается связь с экипажем. 17 августа пресс-служба ВМФ сообщает, что экипаж весь погиб в первые часы катастрофы. Со стороны, смотрите, произошел такой эксперимент. Мы жертве научно-технического прогресса, когда мы смотрели гибель наших отцов, сыновей, мужей в прямом эфире 24 часа. И это происходило ну минимум две недели. Когда вот еще было непонятно, живы или не живы? на одном канале говорят, экипаж жив. Звуки, стуки, все остальное. Через 20 минут на другом канале говорят, экипаж погиб. Проходит опять те же 40 минут на другом канале экипаж погиб. проходит опять 20 минут, говорят, экипаж жив. И так в течение двух недель минимум. Так сколько же подводники могли оставаться в живых в девятом отсеке? И был ли шанс их спасти, если бы Россия приняла иностранную помощь сразу, как только ее предложили Норвегия и Великобритания? То есть через два дня после катастрофы? Подводники жили минимум 2,5 суток. Записаны не только стуки СОС, чтобы сделать такой вывод, записаны еще шумы. И эти шумы дают основание экспертам заключить, сделать вывод в том, что это стук металла по металлу в условиях, когда лодка не движется и она затонула. Эта версия тоже одна из версий, которая нелогична и фантастична. Там специально аварийная станция стоит, которая в автоматическом режиме при аварии подводной лодки начинает излучать сигналы. И если ищущие корабли подают запросный сигнал, допустим, и он принимается этой станцией, то он отвечает на этот запросный сигнал, станция отвечает. То есть вы считаете, что никаких ударов молотком по корпусу нет? Нет, ну это глупости какие-то так. Ну вы представляете, эти звуки определенной последовательности. То есть вот удар, допустим, там промежуток, удар, удар, удар. И вот такие звуки постоянно изо дня в день были в течение двух дней услышались, пока не разрядилась аккумуляторная батарея этой станции. Если подводники жили двое суток и стучали эти стуки, считая, которые исходили из подводной лодки, являлись стуками именно человеческого происхождения, с участием человека, то подводники бы написали не одну там коротенькие записки, три записки коротких были обнаружены у погибших, так, девятого отсека. Они бы написали очень много так сказать сведений, которые касались состояния подводной лодки и то, что они предпринимали. Помимо самой известной записки капитана Колесникова найдены еще две Мичмана Борисова и капитан-лейтенанта Сергея Садиленко. Там в частности сообщается, что экипаж чувствует себя плохо и при выходе на поверхность не выдержит компрессию. Протянем еще не более суток, пишет Садиленко. Важные сведения есть и в записке Колесника. Он пишет «Будем пытаться выходить». Вот такие костюмы подводники начали надевать на себя в девятом отсеке. Он называется спасательный гидрокостюм подводника. Это индивидуальный дыхательный аппарат. В таком костюме они до сих пор состоят на вооружении российских подводных лодок. Можно подниматься с глубины до 100 метров. Мы помним, что Курск затонул на глубине 108 метров. Однако, поскольку это огромный корабль, спасательный люк располагался на глубине менее 100 метров, где-то 90 с чем-то. Поэтому теоретический шанс спастись в таком костюме у подводников был. В известном фильме «72 метра», действия которого тоже происходят на аварийной подлодке, герой Маковецкого уплывет с нее именно в таком спасательном костюме. Так почему же подводники не воспользовались этим средством? Ответ в записке капитана-лейтенанта Садиленко. Они понимали, что при повышенном давлении, которое создалось в аварийном отсеке, свободное всплытие приведет к смерти от кессонной болезни. Был еще один метод выхода по так называемому буйрипу, когда на поверхность вбрасывается буй с привязанным к нему тросом и по нему моряки поднимаются наверх, но он требует очень сложных физических операций в отсеке, в том числе частичного затопления водой, а обессиленные, замерзшие люди в полной темноте к тому же вряд ли могли эти все операции произвести. Я вот сейчас вам открою ну будем говорить одну тайну, которая нигде никогда не прозвучала и нигде не описывается и не в документах никаких. После того, когда подводную лодку достали, привели ее, в док поставили, следователи военной прокуратуры провели следственный эксперимент на подводной лодке такого же проекта, как и Курск. Они отобрали с этой подводной лодки, которая базировалась, 23 человека тех боевых номеров и специальностей и должностей, которые были в девятом отсеке. Создали на этой подводной лодке боевой приблизительно такие же условия, которые сложились на Курске в девятом отсеке. То есть кромешная темнота и повышенное давление в отсеке. И сказали приготовьте средства самоспасения и приготовьте спасательный люк к выходу на поверхность. Это у пирса они стояли. Подводники не справились с этой задачей. в условиях нестрессовой ситуации, которая была у подводников Курска. Это просто они стояли у пирса, им ничего не угрожало жизни, но они не смогли в такой ситуации приготовить спасательный люк к выходу на поверхность. При этом моряки девятого отсека знали, что катастрофа произошла на виду у всего северного флота и надеялись, что их начнут спасать очень быстро. Оставаться в отсеке это просто показалось самым надёжным и безопасным выходом. Описание спасательной операции подлодки Курск это хроники хаоса. К подобной операции флот не готовился. Как мы уже знаем, боевую тревогу там объявили только через 12 часов после трагедии. Точное местонахождение затонувшего Курска крейсер Пётр Великий обнаруживает только в 9 утра на следующий день. И только 15 августа через 3 дня главный штаб ВМФ сообщает о начале операции с помощью глубоководных аппаратов. Одна за другой предпринимаются попытки состыковать спасательные аппараты с аварийным люком девятого отсека. Все попытки были неудачными скорее всего потому, что за спасательными аппаратами никто попросту не следил и уплотнительную резину, необходимую для стыковки с лодкой не менял. В фильме Курск это довольно правдиво показано. В аварийный девятый отсек можно было подавать воздух и отопление снаружи. Для этого на лодке предусмотрено специальное устройство. Но чтобы работать с ними нужны водолазы. И они на флоте были, но кораблей с барокамерой необходимых для спуска не было. В итоге российские водолазы летят на норвежский корабль Seaway Eagle к 20 числу когда он подходит к месту крушения уже понятно, что без иностранной помощи не обойтись. С момента взрыва прошло 8 дней. В нынешнем фильме Курск если смотрели там почти в самом конце сцены когда норвежские водолазы наконец погружаются к лодке с помощью устройства подкрашивающего воду определяют что давление внутри девятого отсека такой же как снаружи значит он затоплен и там все погибли. Это действительно примерно так и было. Первыми погрузились из водолазов именно норвежцы. Мы разыскали одного из них его зовут Пол Диннесон он по-прежнему работает в водолазной частной компании и сейчас он в таком очень длинном отпуске в Таиланде где мы его и разыскали. Я этого никогда не забуду эти впечатления будут со мной до конца моей жизни. Эмоции были очень сильные я убрался из колокола было довольно темно хотя глубина была не такая уж большая 108 метров кажется я спрыгнул и приземлился на корпус подлодки она была просто огромной гигантской я в конце концов видел немало больших объектов под водой но они не сравнятся по масштабам это просто в голове не укладывалось я тогда подумал поразительно я здесь молю хоть бы они все еще были живы и у нас был шанс их спасти вот что я помню но нам не повезло им не повезло все последующие погружения кроме первого норвежцы осуществляли уже с российскими водолазами российской группой командовал Андрей Звягинцев он потом за эту операцию получит звание Героя России очень часто как я говорил проходили учения и мы на кораблях крейсерах подводных крейсерах такие как и Курск мы присутствовали мы общались с ребятами с экипажами многие однокашники многие были как в едином братстве морском и всегда лодка это живой организм и вдруг ты обнаруживаешь что это вот безмолвное и вот бездвижение беззвучное и очень как мне показалось мрачное и даже трагичное вот тело как не могу сказать корпус да не корпус а вот лежит и не подает признаков жизни это это очень очень впечатлило и я хочу сказать до сих пор с содроганием как вообще к вам относилась российская сторона ходит много слухов что изначально российские военные с подозрением отнеслись к иностранным специалистам знаете на самом деле такое наблюдается у всех в МС военных во всех странах когда у вас не открытая система а таковой у вас просто быть не может это же армия она для страны иначе это уже не армия вам приходится работать в имеющихся рамках так работают и американские ВМС и испанские и британские и российские и корейские какие ни возьми это мир в котором вы живете и в котором вам приходится каким-то образом взаимодействовать а если бы норвежцы к норвежцам обратились сразу даже когда срочно мы прибыли туда норвежские силы и начали работать наверняка бы уже мы не успели потому что вот то что вы на 9 на 9 сутки погрузились мы да но судя по концентрации СОО которую вы видели вот в фильме наверное да конечно опять же это вымысел это вымысел потому что там было чуть по-другому смогли мы взять анализы пробы воздуха воздуха там не все так было затоплено как показано в фильме все это и сейчас не секрет что ребята полуобгоревшие были там обгорели подводники в девятом отсеке скорее всего из-за взрыва который там через какое-то время произошел взорвался регенеративный патрон для производства кислорода скорее всего после этого никаких шансов выжить уже ни у кого не было потому что если при взрыве они уцелели то кислород в отсеке сгорел был сожран огнем и после этого там стало просто невозможно дышать в какой момент это произошло через сколько часов или дней после начала катастрофы об этом мы скорее всего достоверно никогда уже не узнаем родственников подводников тех кто не живет в Ведяево привозят спецбортом из Москвы размещают на госпитальном судне Свирь в работе с ними участвует московский благотворительный фонд связанный с газетой Коммерсант а там корреспондентом работает Андрей Колесников в этот момент Андрей уже фактически стал неофициальным биографом Путина потому что незадолго до этого в соавторстве написал книгу разговоры с Владимиром Путиным но и потом долгие годы Андрей будет всюду ездить за президентом но сюда в Ведяева он прилетает не планируя здесь встретить верховного главнокомандующего он вообще тут как волонтер фонда то что он еще и действующий журналист не афишируется они здравомыслящие люди они все понимали и они знали что и говорили тоже о том что Курск вот этот экипаж собрали с двух подлодок потом они это говорили и Путину и что флота вообще у нас никакого нет и он это потом произносил вот эти слова но одно дело вот как объяснить мне кажется это должно быть понятно вот произносить и вот эти слова да и понимать это разумом а совсем другое дело ну смириться с тем что кроме ну в каком-то смысле ни их самих никто в случившемся не виноват вот и конечно поиски вот внешних причин они психологически давались легче и были гораздо комфортнее гарнизонный дом офицеров Ведяева здесь разыгралась самая пронзительная часть этой трагедии в течение дней и недель после катастрофы здесь собираются жены моряков подлодки Курск которым жёнам никто не может честно и в глаза сказать что они уже вдовы вот в фильме Курск есть сцены в конце где родственники даже дети погибших моряков обдают презрением вымышленного адмирала который там якобы по сценарию руководит спасательной операцией а в реальности все было намного жестче потому что в один из дней например к главе правительственной комиссии Илье Клебанову прорвалась женщина которая в буквальном смысле физически схватила его за грудки стала трясти и требовать сказать ей что случилось на подлодке и Клебанов растерялся сказать ничего не мог женщину в итоге стали оттаскивать несколько человек пытались что-то такое сказать им и даже начинали говорить и даже был один человек боюсь перепутать но все-таки мне кажется что это был командующим флотом Попов да Попов который говорил им которые уже сидели в этом же актовом зале вам кажется что они живы ну так вы знаете что мне кажется что мой отец который умер в 91 году тоже жив сейчас вот но они очень быстро давали назад у них сдавали нервы очень сильно тогда и они они не могли вот так сказать тем людям в глаза что да все кончено надежды у вас никакой нет и как ни странно мне кажется это именно то что нужно было этим людям услышать человек которого здесь напряженно ждут и от которого родственники погибших наконец узнают что надежды нет приезжает сюда 22 августа через 10 дней после катастрофы журналистов давно отсекли на дальних подъездах и на встречу Владимира Путина с родственниками погибших в дом офицеров проникают разными путями всего несколько корреспондентов практически сразу после этой встречи будет опубликовано ее запись в виде стенограммы запись сделал Андрей Колесников потом несколько лет считалось что видеозаписи этой встречи не существует но в итоге с купюрами нашлась и она если бы я лично был я бы сам был залез я уже влазил в данных вы знаете значит ни наши ни иностранные специалисты до 8-го отсека не доходят был такой момент когда он это сказал потом еще раз повторил и вот две женщины которые сидели рядом со мной они мгновенно заснули они несколько суток не спали не помогали никакие препараты ну не могли они заснуть они не могли заснуть пока их мужья братья там да и может быть в этих вот воздушных пузырях нереально из твоей заметки мне показалось что момент окончательного перелома когда он овладел этим залом это ты сам так формулируешь наступил все-таки когда разговор зашел о компенсациях когда одна женщина потребовала выдать зарплату мужа за 10 лет и Путин сказал да ты пишешь ухватился за эту понятную возможность ну да суммы которыми оперировали в этом зале честно сказать они поражали воображение он говорит да будет ну будет средняя зарплата за 10 лет всем будет такая компенсация и это ну мягко говоря не шутки да жалование за 10 лет квартира то есть мы понимаем это миллионы долларов если пересчитывать на понятный эквивалент для каждого да конечно это людей мягко говоря смутило да вам не кажется что возможно такая трактовка что власть которая не предприняла всего допустим в первые дни как бы откупается нет я так не считаю потому что я попросила я попросила и мне дали то что попросила я они могли мне не дать ведь я думаю что нам еще не додали учитывая эту информацию которая всплывает вот сейчас как торговали страной как как не финансировали вообще флот что мы на своих плечах 10 лет держали этот флот что боевая дивизия была только наша что лодки ходили только у нас у нас наши дивизии то нам еще не додали ну в таких категориях сложно об этом рассуждать у меня там совершенно не складывалось ощущение что он откупается когда прошла волна вот этого сочувствия и все все значит уже пережили они уже очистились ну как-то можно так сказать эмоционально а далее просто пошел я так его называю откат и те кто опять окунулся в свою обычную жизнь они вдруг подумали ну вот им все нам ничего ну вот была такая волна и возникла ситуация зависти что им дали зарплату мужей за 10 лет а чем хуже вот вы про это да да потому что даже это даже в вашей среде было да среди наших женщин естественно этого не было но по отношению к нам это было это было это было очень некрасивых таких вещей и ясно так вот мы как раз какое-то время сколько-то лет нас же много здесь приехали да живем мы сколько-то лет общались только друг с другом как тебе показалось он сам хорошо представлял что там произошло к моменту приезда введяева или адмиралы держали его в неведении как и всех остальных ну мне кажется адмиралы прежде всего и себя-то держали в неведении и меня кстати не удовлетворило вот объяснение президента почему его столько дней не было он сказал что он не хотел вмешиваться не хотел вмешать в эту работу представьте что было бы если бы вот я сейчас всех своих привез и они бы думали только обо мне и я бы сейчас начал тут развернулся бы я совсем вроде того что своим лагерем ну да развернулся и возможно что все было бы по-другому и вот наверное нужно было посочувствовать и согласиться с тем что именно вот так вот и все и должно было быть и не надо было ехать и спешить но меня это объяснение совершенно не удовлетворило а их я думаю что он все-таки не приехал потому я думаю что он жалел о том что сразу не приехал и может быть я не знаю казнил себя даже потому что все равно время было и на месте все эти решения которые он не принял он может быть мог бы принять какие решения каких решений по спасению а ты думаешь что это могло может быть может быть можно было вопрос решить и с иностранной помощью чтобы там не говорили на самом деле это очень правильно когда первое лицо не летит немедленно куда-то и тем самым не отвлекает внимание на себя поэтому все эти обвинения Путина что он там сидел в Сочи и с журналистками у которых там из-под платья лямки от купальников были видны когда там наши подводники умирали это все спекуляция на самом деле вот Путин должен был сидеть в Сочи или в Москве ему не нужно нечего было делать Ведяева ему вообще нечего делать нигде он должен отвечать за другие вещи она утонула как тебе показалось о фразе вот в том знаменитом интервью с Ларри Кингом она утонула он когда-то жалел о том как это разошлось я думаю нет мне кажется вообще по поводу этой фразы предположение о том что Владимир Путин должен об этом сожалеть является абсолютно надуманным мне она до сих пор кажется абсолютно законной честно то есть какой вопрос такой ответ там были трудности перевода вопрос что случилось с вашей лодкой он именно такой ответ и предполагает с вашей лодкой что случилось как будто он не знает что случилось с вашей лодкой все в таком положении я тоже себе не представляю развалились все средства он же вот на этой встрече произносит одну из своих ключевых фраз всего наверное президентства что за свои 100 дней я готов ответить а за предшествующие 15 лет хочу сесть рядом с вами сел бы рядом с вами и тоже бы позадавал некоторые вопросы она прозвучала и неожиданно и резко и может быть она даже прозвучала не для этих людей так неожиданно и резко они в общем немного о другом думали потом Владимир Путин мне кажется сторонился таких однозначных высказываний я недалее как вчера прочитала еще раз это заключение прокурора которое нам дали на 162 листах где это выводы правительственной комиссии вы имеете ввиду да это когда они написали что они прекращают и не будет больше виновных нет и вот когда я это все прочитала вчера но честно говоря настолько горько мне не было никогда наверное до этого уже мне столько лет что я могу это точно сказать это преступно потому что вранье я там вижу в этом даже заключение пишут пишут причины значит взрыв произошел там-то там-то причины не установлены виноватых нет да здесь были нарушения но они никто значит не являются причиной ну не знаю вот даже даже вот то что вчера прочла может я не права но когда перечисляют конкретные фамилии говорят что вот они обязаны были пойти в этот выход в море на эти учения потому что это совмещалось с испытаниями вот и они должны были там конкретные люди пофамильно кто должны были идти туда почему-то их снимают и вместо них мол ставят неподготовленных людей я так понимаю что один из них мой муж которого он не служил на этой лодке да его просто ему предложили вместо кого-то я не знаю зачем он не готов действительно чтобы он там пошел он пошел ему сказали ну сходи там ну это все такая ерунда там по итогам расследования уголовное дело о гибели Курска было закрыто виновные не установлены примерно полтора десятка флотских чиновников лишились своих должностей но в указе Путина об их отстранении про Курск не сказано ни слова и не под суд ни в тюрьму никто не пошел все в общем были как-то нормально устроены в дальнейшей жизни например бывший командующий северным флотом Попов стал сенатором представителем Мурманской области в Совете Федерации и главой сенатской комиссии по национальной морской политике мы кстати здесь в Ведяево выяснили что Попова до сих пор многие поминают добрым словом за то что как говорят вот в самые тяжелые годы когда все развалилось он к подчиненным относился по-человечески я глубоко убежден был сегодня убежден и буду убежден что на армию государству жалеть нельзя Густинов насколько он тоже в 2001 году пришел с большим докладом к Путину где я думаю были в том числе и выводы Рязанцева и вам кажется что когда Путину положили на 2001 году на стол я думаю что ему просто не захотелось вывода комиссии он решил ему просто не захотелось всю эту ситуацию поднимать ну во-первых большое количество людей должно было подсудить это вообще было делом века у нас хотя у нас всегда судили за такого рода катастрофы и всегда садились люди в том числе и командиры лодок да потому что это правильно вот можно с этим не соглашаться но это правильно человек который командир он несет ответственность в том числе юридическую вот но все это дело было изначально очень политически окрашено о конструктивных недостатках подлодки о неудачном расположении командного отсека не было сделано вообще никаких выводов говорить об этом не принято и до сих пор в боевом строю остаются шесть подлодок проекта 949А еще две на модернизации вот это удивительный стенд в Ведяевском музее он посвящен памяти подводников погибших при исполнении долга в мирное время здесь упомянуты совершенно неизвестные инциденты еще советских времен подводная лодка К-131 в 1984 году там случился пожар вот похороны 13 погибших вот модель подводной лодки на которой в ракетной шахте произошел самопроизвольный запуск ракетного двигателя с человеческими жертвами понятно в советские времена про это ничего не сообщалось всего же за время существования советского а потом российского атомного подводного флота он потерял больше тысячи человек было 988 до июля этого года пока не произошла трагедия на атомной подводной станции Лошарик мы стоим на пороге катастрофы подобных Курску просто потому что уже заложены алгоритмы которые к ним ведут Настя тебе сейчас понятно почему все произошло ну в общем-то да на самом деле мне интересно почему возникло так много версий то есть версия и официальная и вот Настя нам говорила что да вот эта версия что это иностранная подлодка что кто-то с кем-то столкнулся что это была торпеда которая откуда-то кем-то была запущена торпедировала лодку это сами военные сделали эту версию запустили им так они уверены в этом для них это не версия для них это правда они в это свято верят они просто выполнили свой воинский долг это мы знаем как они служили это мы знаем что происходило вот в течение всей этой службы мы знаем а для остальных они просто выполнили свой служебный долг то есть они остались верны присяге до самого конца да несмотря на все трудности несмотря на то что все как бы разваливалось несмотря на то что было в стране несмотря на то как вы жили в жидеях да да несмотря на это и это подвиг и есть да я с вами согласен я вспоминаю старое выражение героизм одних это всегда следствие разгильдяйства других сколько я не снимаю о недавней российской истории и о русской жизни везде везде это правило меня преследует память о погибших подводниках священна все что остается нам живым надеется что в следующий раз пронесет кто из нас ровесники кто герой кто чмо капитан колесников пишет нам письмо кто из нас ровесники кто герой кто чмо капитан колесников пишет нам письмо давай Ваня Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова